Друзья, всем привет! Темная ночь в Киеве, но слухи ходят по инету, слухи тревожные, слухи страшные для кого-то, очень обнадеживающие для кого-то. Короче говоря, пошел слух, что Путину кабзда пришла, он там на искусственном дыхании или на чем-то там, короче говоря, искусственном. И все это дружно обсасывают, потому что завтра там ожидают какое-то заявление, ну и соответственно будет это заявление, не будет. И по телеграм-каналам это гуляет, сайты подхватывают, и мне уже там тоже пишут в комментариях на всех моих аккаунтах, в соцсетях, что это значит, как это прокомментировать. И на этот счет у меня есть простой комментарий, ребята не занимайтесь херней, потому что живой он, неживой, там умрет он, уже умер там или умрет через несколько лет. Но суд же ведь государства российского не изменится, и она всегда одинаковая. Ну вместо Сталина приходит Хрущев, за Хрущевым приходит Брежнев, потом опять рождается какой-то новый Сталин. Периоды оттепели менее продолжительные, чем периоды реакции и шизофреничного бреда, коим полна история государства российского. И поэтому, что бы с ним там ни происходило, нам, украинцам, в любом случае не нужно расслаблять булки и надеяться на то, что после смерти этого упыря для нас там что-то изменится в лучшую сторону. Это в любом случае может быть только какая-то передышка, и пока их общество не денацифицировано, государство не денацифицировано, не демилитаризировано, пока эта гадина не лишилась ядерного оружия и не повторила судьбу Германии нацистской после 1945 года, то поверьте, после Путина придет какой-нибудь Шойгу или Патрушев или еще какой-то очередной идиот, который быстро будет повторять то же самое. И даже если получится там у них свергнуть этот прогнивший ублюдочный режим и придет условный Навальный или кто-то еще, то опять-таки это будет откат для нас ничем хорошим, не грозящий, потому что санкции с них снимут, или они там как-то договорятся, сначала может не снимут, потом снимут в каких-то там объемах, ну короче, в конечном итоге они будут договариваться с коллективным или не коллективным, там каким угодно Западом. Вот, и украинцы просто должны вбить себе в голову, что нам свои работы, лупаты всю скелю, строить мощное государство, вооруженное до зубов, заточенное на то, что пространство черной дыры, коей является Россия, нужно переформатировать в конце концов и играть в длину на то, чтобы от России в конце концов осталось там 15-20 государств, которые занимаются своими делами, они занимаются соседями и пафосом, который толкает их постоянно на какие-то авантюры относительно соседей, относительно мира. Короче говоря, я вообще не рассматриваю там такой вариант, как какое-то для нас спасение. Вот завтра он выйдет на экономическом форуме в Петербурге, вот, выпустят они там какого-то двойника, если он сдох, вот, потому что им нужно будет выиграть время, и прочитает какую-то пафосную речь, которую там кто-то напишет у них в Кремле. А если жив остался или остается там, да, то, опять-таки, прочитает речь, которая, ну что, что еще кому непонятно, что несет с собой Россия и к чему нужно готовиться Украине. Они нас хотят уничтожить полностью, вот, поэтому надеяться на то, что Россия кардинально изменится, в России что-то кардинально изменится, нет никакого абсолютно смысла. Мы должны превзойти самих себя и построить такую силу, которая будет давать по зубам Путину, Шойгу, кто там, Батрушев, Ротенберге, там, вся эта шобла, которая грабит Россию, и которая раскидывает постоянно, раскидывает кухти свои вокруг для того, чтобы пограбить кого-то еще, вот. Вот вся эта шобла должна понимать, что украинский медоед всегда отгрызет руку, если ты сюда что-то засунешь, вот и все. Поэтому не напрягайте свои нервные клетки, по лишний раз, поверьте, лучше нам строить свое и заниматься своим, и все у нас будет тогда хорошо. Мы не должны ни на кого надеяться, на какие-то случайные факторы, там, на смерть Путина, на милость Байдена, на что там еще, на то, что Шольц придет в себя, как бы, да, что Макрон, там, не знаю, получит указание от Ротшильдов и нам пришлет 150 цезарей. Это все не о том. Свой ВПК, своя экономика мощная, своя наука, вот, свои мозги, все свое, все свое для того, чтобы Украина стала Украиной, с которой считаются, которую уважают, и никакая тварь не посмеет полезть сюда только потому, что ей приспичило это, исходя из каких-то шизофреничных круговоротов ее мозгу. Обнимаю, целую, всего хорошего, подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на Patreon, и обязательно посмотрите нашу последнюю беседу с Александром Хребиным и Игорем Лиски, потому что она получилась очень-очень неплохой, я бы сказал, даже отличной. Там масса познавательных вещей. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok